Шма, Исраэль, Адонай, Эллоэйну, Адонай, Эха. Нынешняя недельная глава называется Беа Лотха. Многие ломают язык, пытаясь это произнести. У меня тоже было долгое время так. Но если тренироваться по слогам, то очень даже просто это все воспроизвести. Беа Лотха. Кто может повторить быстро? Хорошо. Значит, эта недельная глава очень насыщена такими интересными эпизодами, которые каждый сам по себе достоин более внимательного, более глубокого изучения. Ну вот если вкратце, значит, это завершение освящения Мешкана и повеление о зажигании миноры. Дальше. Песах Шини. Тоже очень интересная тема. Порядок передвижения по пустыне, показывающий зависимость Израиля от Господа. Никаких шагов самостоятельных не предпринималось. Все делалось только по воле Всевышнего. Ропот народа, назначение 70 старейшин, хотя в конечном итоге их оказалось 72. Значит, и история возмущения Мириам и Аарона против Маше. Все истории сами по себе очень интересны, но я бы хотел обратить внимание только на отдельные моменты. Значит, 11 глава, 4 стих Бамидбар. Бамидбар. Значит, сброд же, который был в их среде, то есть среди израильтян, стал проявлять прихоти. Заплакали опять и сыны Исраиля и сказали, кто накормит нас мясом? Мы помним рыбу, которую мы в Египте ели даром, огурцы и дыни, и зелень, и лук, и чеснок. А ныне душа наша высохла. Нет ничего, только ман пред глазами нашими. Народу было что есть, с голоду не помирали. Но рацион не такой разнообразный, как был в Египте. Тут вообще есть несколько моментов в связи с этой историей, поскольку, вот когда читаешь, казалось бы, о да, они неплохо питались в Египте. Но один из комментаторов задает вопрос, если им солому не давали, значит им давали, наверное, все остальное. И рыбу, и мясо, и лук, и чеснок, и огурцы, и помидоры, и все на свете. Их столы ломили, солому не давали. Ну продали бы то, что на столе, купили бы себе солому и сделали, что требует фараон. Ну понятно, что ситуация несколько не увязывается с тем, что было на самом деле. И я вспоминаю, знаете, сегодня я получил ответ на вопрос, который я задавал очень много лет подряд Господу. Объясню, в чем этот вопрос. Ностальгия. Знаете, что такое ностальгия? Это как бы такие приятные воспоминания о прошлых временах. Мне приятно вспомнить, как я мог со своими друзьями встретиться. Я мог среди ночи завалить с бутылкой водки, и бутылка водки был пропуск. И я вспоминаю, какая у нас классная была дружба, забывая о том, что это был грех, который нас убивал. Понимаете? Какие-то финансовые трудности, и думаешь, как классно, как легко решалось в прошлом. Ну где-то что-то подхимичил, где-то кого-то обманул, где-то что-то украл. И все вопросы решены, забывая, что это был грех, который нас убивал. И вот, знаете, очень часто бывают такие моменты, я вот сейчас понимаю, что на самом деле, вот как Слово Божие говорит, что Слово Божие живо и действенно, оно острее всякого меча, бою до острова, оно проникает до разделения души и духа, составов и мозгов, и судит помышления и намерения сердечные. Так вот, благодаря тому, что сделал Ишо, нам даровано власть разделять наши, вот оценивать наши мысли, наши чувства, наши воспоминания и отделять, так сказать, плевелы от пшеницы и понимать, что для нас действительно полезно, а что для нас вредно. Да, приятно поностальгировать. Вы знаете, есть действительно приятные, созидательные моменты из нашего прошлого. Приятно вспомнить, как Господь даровал какую-то победу. Приятно вспомнить, как Господь исцелил, когда молились. Молились долго или помолились, сразу получили. Но удивительный момент, почему-то наша память нам чаще подсовывает те приятные моменты, которые были связаны с грехом, чем те, которые были связаны с Божьими победами, с Божьей славой в нашей жизни. И вот нам дана власть уметь и делать это разделение. Память подкидывает нам какие-то идеи, какие-то воспоминания приятные. А давайте мы разберемся, а что это? Стоит ли сосредотачивать свое внимание на этих воспоминаниях? Насколько они действительно созидательны? Потому что я, задавая Богу вопрос, что такое ностальгия и откуда это приходит? Потому что я действительно понимал, что ностальгирую, но ностальгирую не потому, что нужно. Если я начинаю акцентировать свое внимание на тех приятных моментах, которые были связаны с грехом, я постепенно отхожу от народа Божьего, я постепенно отхожу от Бога. А мне это не нужно. Поэтому давайте мы будем использовать в своей жизни ту власть, которую дает Господь. Еще один момент, связанный с этим. То есть мы видим, что на самом деле картина, которую представляли себе израильтяне, она не была на 100% объективна, она была иллюзорна. То есть при смене привычного рациона на полезный мы попадаем в некоторые стрессы. Опять же, я могу сказать на своем собственном опыте в отношении той же еды, мы можем себе позволить кушать все, что захочет наша душа. Нам кажется очень часто, что если я этого не съем, душа моя чахнет. Кстати, это к вопросу того, что для чего нужна пища. Для души или для тела? Вы знаете, я долгое время думал, что для тела. Оказывается, для души. Ишуа говорит, не заботьтесь о душе вашей, что вам есть, что вам пить. И здесь касательно еды сказано, а ныне душа наша высохла. Нет ничего, только ман перед глазами нашими. Касательно еды, опять же касательно еды, но оказывается это для души. Нам тоже стоит об этом поразмышлять. Так вот, касательно того, что мы выбираем, чего нам хочется и что для нас полезно. В отношении еды, вот честно, сразу после пасхального седера, который был в этом году, я на следующее утро заметил свой сахар. Он был 15 с лишним. Это в три раза выше нормы. Я был просто в шоке. И я понял, что я реально пренебрегаю благодатью Божьей и трачу свое здоровье непонятно на что. Ну то есть кушаю, что хочу, а значит здоровье свое расточаю. И у меня альтернативы всего две. Прожить, сколько Бог определил, но стать инвалидом и умереть. Ногу отрежут, руку отрежут, там еще же обычно пальцы, ноги у диабетиков отрезают, если пренебрегают. Либо все-таки взять себя в руки, дисциплинировать. Мне когда-то очень понравилось, Александр Шейного сказал, когда я вижу людей с чрезмерным избытком тела, сразу можно предположить, что у него проблемы с воздержанием. И скажем так, я пришел, ну во-первых, мы с Олей, с женой моей покаялись пред Господом за то, что мы действительно свое здоровье не ценили. И пришли к решению, что надо питаться правильно здоровой пищей. И вы знаете, слава Богу, у меня сахар вышел в более-менее приемлемые пределы только благодаря правильному здоровому питанию. И вот я вам хочу сказать, что в духовном плане то же самое. То, что для нас полезно, мы должны выбирать. И мы должны себя посвящать этому. У нас выбор, ну мы думаем, выбор большой, я могу кушать это, 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 это. В духовном плане тоже мы можем смотреть те фильмы, те, те. Мы же свободны, да? Делаем, что хотим, но на самом деле это далеко не так. Мы должны понимать, что в Боге наша свобода все-таки имеет определенные границы. И мне в этом плане очень нравится история с помазанием первого царя Израиля, Шауля, пророком Шмуэлем. Там интересно так, два стиха рядом. Значит, Шмуэль помазал Шауля и говорит, а теперь делай все, что может рука твоя, ибо с тобой у Бог. Следующий стих говорит, иди в Галгал и жди меня, а когда я приду, я тебе скажу, что делать. Так что делать, что может рука, или что скажет пророк, или Господь через пророка? Вы понимаете, что царскую полноту власти ограничивает Слово Божье, и тогда это действительно работает на созидание. На созидание самого царя и на созидание народа, потому что царь поставлен служить народу. Понимаете? То же самое в нашей жизни. Если мы действительно понимаем принципы, о которых говорит Павел, все мне позволительно, не все полезно, все мне позволительно, ничто не должно обладать мною, и мы эти принципы применяем в своей жизни во всех сферах. Нам кажется, что это касается только читать или не читать Писание, молиться или не молиться. Вы знаете, каждая минута нашей жизни, независимо от того, это относится к физическому миру, к душевному, к духовному, к плоти, к духу. Все это наша жизнь. И знаете, я недавно общаюсь с одним братом, когда он был в Кишиневе, он просто делился своими проблемами, а я что-то мне пришел такой вопрос, но он задаю ему этот вопрос, говорю, скажи, пожалуйста, а какая часть твоей жизни вот в процентном соотношении посвящена Господу? Он так немножечко задумался и говорит, честно, очень маленькая, я говорю, так я хочу тебе, как бы, ну, сообщить тебе одну новость, на данном этапе она может быть неприятной, но это новость, показывающая выход. Не думай, что какая-то часть твоей жизни, не принадлежащая Господу, принадлежит тебе. Мы рабы, или рабы праведности для Господа, или рабы греха для дьявола. И поэтому, если какая-то часть нашей жизни не принадлежит Господу, поверьте, она вам не принадлежит тем более. И что сказал тот, кто хочет свою душу сберечь, то есть жить для себя, тот ее потеряет. А тот, кто готов с ней расстаться ради Господа, вот тот и будет иметь жизнь. Поэтому наше посвящение Господу, даже если это для нас дискомфорт, но мы разумом осознаем, что это полезно для нас, и это радость для Господа, тогда это действительно будет для нас благом. И давайте мы будем стараться действительно жить не ностальгией по прошлому, потому что ностальгия по прошлому, которая связана с грехом, она ставит крест на нашем настоящем, и тем более на нашем будущем. Давайте мы будем здраво смотреть на свое прошлое, настоящее будущее, уповать на Господа и вспоминать те моменты, когда Господь действительно являл нам свою славу, являл нам свои победы для того, чтобы мы имели в Нем будущность и надежду. Шмар, Исраэль, Адонай, Эллоэйну, Адонай, Эхад.